Есть на Орловщине такой человек. Ольга Никитина с отрочества держит в руках кисть. Но чем старше она становилась, тем большего простора требовала душа. Так после окончания Орловского худграфа начала расписывать храмы. И в самом начале пути ее ждали испытания. Первым она расписывала мужской монастырь. Рабела от того обстоятельства, что монастырь мужской, а тут женщина расписывает. Как-то все меня смущало. Но я такой человек вообще робкий какой-то. И долго ходила, думала, думала. И потом как-то к нам зашли старобрядцы. Были у нас тогда знакомые. Сейчас как-то у нас контакты уже потерялись. Думаю, ну, наверное, старобрядцы, они вот как-то более строгие. Наверное, можно у них спросить. Говорю, как вот вы смотрите на то, что если женщина будет расписывать мужской монастырь? Нет, так да запросто. У нас монахини вот в скитах иконы пишут и расписывают. Так дело и началось. За всю жизнь ее рукой расписано около 15 храмов. Сейчас она работает в Спасо-Превороженском соборе в Болхове. Он по архитектурным вот чертам, нижний храм, напоминает гранавитую палату. И тут приятно, что можно очень много использовать разных орнаментов, поскольку поверхность сильно разбита на всякие детали. И большие композиции здесь даже негде разместить. А вот орнаменты, да, тут уместные. А я орнаменталист, прежде всего. То есть я очень боюсь писать большие композиции, лики святых. Это очень ответственно. Но глаза боятся, а руки делают. Карандаш, гризель и краска. Так на сводах храма появились лики святых. Интересно то, что первую фигуру святого Ольга осмелилась написать в храме, что стоит рядом, в Троицком. Втайне от своего коллеги и по совместительству мужа мечтала написать чудо исцеления кровоточивой женщины. Говорит, молилась, чтобы Бог дал ей знак о том, что ей пора начинать. Приехала когда на литургию сюда, перед началом работы, в пределе Параскиева пятницы шла литургия, и первый же отрывок Евангелия, который там прозвучал, был об исцелении кровоточившей жены. Я думаю, ну, наверное, можно. Написала. Муж приехал так грозно, посмотрел, говорит, ну ничего, продолжать дальше не испортила. И так вот как-то дальше и продолжили. Ну, лики писал он, потому что все-таки тогда еще я вообще трепетала. Вернемся в Спасо-Преображенский собор. Здесь Ольга старается не отходить от канонического стиля. Но все же по воле Божьей или случайности авторские приемы были очень кстати. К примеру, цвет расписных полотенец. Вместо привычного белого здесь они красные. Первый раз это увидел наш митрополит Тихон. Он как-то так удачно говорит, а вот тут же мощи священного исповедника, а цвет мучеников-исповедников красный. То есть это цвет мученичества. Ну, получается, наверное, как-то от Бога это что-то там у меня пронеслось в голове, и сделались красные полотенца. С настоятелем храма она знакома больше десяти лет. Отец Александр признается, близость к Богу и мастерство – это то, за что ценит художницу. Мне нравится, что вот это сочетание ее профессионализма, воцерковленности позволяет вот именно такие вот, можно сказать, шедевральные оставлять полотна после себя на стенах. Вот несколько другой стиль и характер письма. Вот в Троицкой церкви здесь немного поменялось, здесь больше орнаментов, нежели чем у сюжетных линий. Но, тем не менее, рука вот мастера прослеживается одна. Помочь ускорить процесс может каждый, ведь краски и работа оплачиваются на пожертвования благодетелей. Чтобы стать одним из них, можно перевести средства по реквизитам, что указаны на экране. Все это плод работ длиною в семь месяцев, без учета перерывов. И, как признается Ольга Никитина, кистью здесь придется поработать еще около двух лет. Андрей Погосян, Александр Савенков, телеканал Первый областный.